Гродно – город с богатой промышленной историей. На днях здесь презентовали книгу о забытых фабриках и предприятиях. Научно-популярное издание на Гродинском Бруку – это совместная работа двух историков – Андрея Вашкевича и Виктора Саяпина. У каждого из авторов уже есть своя книга о гродинских предприятиях прошлого. Нынешнее издание объединило труды двух краеведов. Авторы говорят, что не ограничивались только историей фабрик. Они пытались охватить всю городскую жизнь, начиная с 19 века. В прошлом году мы решили объединить усилия, издать совместную книгу. Мы ее значительно дополнили, включили новые разделы. Она богато иллюстрирована, даже есть цветные фотографии в этой книге. Очень интересная карта с обозначением этих всех предприятий, о которых мы пишем. Здесь не только о предприятиях, здесь и кулинарные традиции, ресторанные, кондитерские. Здесь о торговле гродинской. В книге на Гродинском Бруку также рассказывается и про кулинарные традиции Гродничины. Например, про кондитерские Котовского Василевича, где делали вкуснейшие восточные сладости. А в начале 20 века популярным было изготовление бузы – напитка наподобие молочного коктейля. Большой раздел посвящен Гродинскому пивоваренному заводу. В книге представлены уникальные фотографии продукции и производственного процесса. Есть в издании сведения о менее известных предприятиях, например, о типографии Лапиных. После Второй мировой войны это было единственное в Беларуси предприятие цветной печати. Ждет читателей и несколько открытий. О многих предприятиях мы только знаем, что они существовали, но не видели даже их продукцию. Например, гродинская карандашная фабрика, которая в свое время, в 80-х годах 19 века, была поставщиком двора императорского величества. То есть, ну, пользовалась большой популярностью, была единственной одной из четырех всего лишь фабрик в Российской империи. Ну вот, продукции ее нет, никто никогда не видел карандашей этой фабрики.